АПЛОДИСМЕНТЫ Интересные явления есть в интернете. У меня блоги везде есть, во всех социальных сетях, кроме одноклассников. Ну, одноклассники, как-то это совсем бывшая шняга была. Ну, в Риге проводили опрос, кто учился в одном классе с Задорновым, суббота проводила 453 человека. АПЛОДИСМЕНТЫ Это на одной парте сидело. Такая партия, как набережная Двины была такая. Но действительно интересно общаться и с молодежью. В интернете интересно протаптывать тропиночки к таким людям неиспользованных возможностей. Они ищут каких-то собеседников, они государству не нужны. Конечно, там много шелупони, много троллей. Тролли, это кто не знает, я объясню. Тролли это такие озлобыши такие. Никчомыши. Вот было такое русское слово, классное, древнее, никака. Вот это такие никаки. Они ничего не умеют делать. У них неудавшееся первое половое созревание. И для них главное в жизни это нагадить кому-нибудь. Такого количества троллей нет, как у русских нигде. И причем у нас еще такая традиция, тролль пишет гадость и смайлик ставит. Я иногда расположу рассказ какой-нибудь, страниц на 20, ну или очерк об истории какой-то, или о русском языке. Надо, чтобы прочитать минут 30, чтобы это прочитать. Расположу комментарий первый уже через 15 секунд. Вот, вы придурок. Вот. И смайлик. Знаете, славяне раньше звали себя божики. Божики. А потом, когда программа сбила, стали подражать Западу, стали называть себя пыжики. А сейчас тужики стали такие. Тужимся и со всех сил. Но и нас, старшее поколение, молодые винят. А вы не умеете прикалываться? Что значит не умеем прикалываться? Я могу затроллить кого хочешь. Ну просто это... Вот, например, великому русскому. Вот повезло бы снописцу Крылова. Вот он не жил во времена интернета. Живого журнала, прозыру. Вот бы словил комменты. После того, как написал самую известную свою басню, ворона и лисица. А вы только вдумайтесь, какое поле эта басня для сегодняшних троллей. В вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Это что за литературная корявость? Не говоря о смысла. Всемогучий, а послал где-то. Не стыдно? И где? И как ворона этот где-то кусочек нашла? Он что, не мог в конкретное место ей сыр послать? Чего было издеваться над бедной вороной? А далее не лепится. Послал сыр? За что он его послал? Он его по мейлу послал? Далее даже страшно читать. Вы вдумайтесь. Вы же все эту басню знаете. На ель ворона... Взгромоздясь. Вы представляете эту ворону, которая взгромоздилась на ель? Это не ворона, это Годзилла. Бедная ель. Позавтракать было совсем уж собралась. Но призадумалась. А дальше страшно читать. Сыр ворона во рту держала. Вы у вороны рот видели когда-нибудь? Я всегда думал, что у нее клюв. Нет, рот у нее. Такая чернобыльская ворона, выродок. Рот. Еще вопрос, как она собралась позавтракать сыром, если держала его во рту. Вот вы можете мне это объяснить? Попробуйте представить себя сейчас вороной. Взять ртом сыр и не выпуская его им позавтракать. Языком что ли кусочки отламывать будете? Видимо, по этому поводу она и подзадумалась. Мол, как изловчиться? Откусывать, глотать и одновременно ловить то, что выпало изо рта. На ту беду лиса близохонько бежала. Вдруг сырный дух. Лисос. Сырный дух это сильно. Это прошибает реально. Видать, боженька, вороне такой кусок ракфора дородного посла. Дальше страшно озвучивать. Плутовка к дереву. Плутовка лиса. На цыпочках подходит. Вы видели у лисы цыпочки когда-нибудь? Вертит хвостом. Вы лису вертит хвостом. Видели когда-нибудь? У нее что, пропеллер сзади? Или у нее папа был кобелем хвостатым? А как вам строчка от радости в забу дыхание сперла? Страшный образ. Недаром сегодня многие молодые считают, что у нее в заду дыхание сперла. Они не знают, что такое зоб. Они не знают, что такое зад. К этой басне еще надо либрета прикладывать с рисунками атомического строения вороны и с иллюстрациями. Как лисица ходит на цыпочках. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ